Господин Ширинов, первый вопрос у меня. Плюсы подписанного заявления. Хотелось бы, чтобы вы подчеркнули значимость. Да, смотрите, мы помним первое выступление господина президента Ильха Малиева, как верховного главнокомандующего, где он рассказал конкретно о своих условиях. То есть вот есть у нас такие условия. Первое, то, что график нужно преподнести. Армянские войска выходят из Кабаха. Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность. Что из них не было выполнено? Да абсолютно все. То есть все требования Азербайджана были выполнены. Это полнейшая капитуляция Армении. И плюс вдобавок Азербайджан получил коридор Нахчевана, которым никогда, нигде, отдельно не обсуждалось. То есть этот вопрос в рамках мадридских принципов или казанских принципов. Азербайджан, с учетом того, что скоро зима, боевые действия усложнялись бы с местным ландшафтом, природой Кербайджарского, например, района. Азербайджан без единого выстрела получает назад свой Кербайджарский район. Мы знаем, в принципе, об этом сообщалось, какие мощнейшие укрепления были построены армянскими оккупантами в Агдамском районе. То есть это, конечно, мы могли бы вести эти боевые действия. Конечно, наша армия готова полностью освободить Нагорный Карабах военным путем. Но согласитесь, что это было бы очень нелогично, если их можно было вернуть мирным путем. Чего бы мы добились? Мы заставили их пойти на мировое соглашение. Опять же, участие российских миротворцев. Ну, давайте четко вот этот момент выясним. Без этих миротворцев стали бы обвинять армяне, жители Нагорного Карабаха, под всяким предлогом выступать против нас, что там будут этнические чистки и так далее. Азербайджан этим вопросом мы просто полностью нивелируем какие-либо их угрозы. Предлоги, честно говоря, предлоги, которые бы ожидались. То есть это соглашение, это соглашение. Ну, давайте так, мы просто будем анализировать армянскую прессу, о чем они пишут, о чем они говорят, какие вопросы ставятся Николу Пашиняну. Везде, не только армянские, в том числе и другие международные эксперты и политические деятели заявляют о грандиозном успехе Азербайджана. Наша армия на военном деле в поле боя показала свою силу, и наша дипломатия также оказалась на высоте. Господин Ширинов, еще один такой вопрос. Статус Нагорного Карабаха не обсуждается. Этот момент давайте еще раз проясним. Да, конечно. Вот этот момент господин Песков, пресс-секретарь Владимира Владимировича Путина, об этом рассказывал совсем недавно, что насчет статуса это все решается в рамках международного права. Он упомянул ООН. ООН полностью признает территориальную целостность Азербайджанской республики. Ни о каком статусе там речи не идет. То есть нет никакого статуса. Важнейший, единственный, самый главный статус это территориальная целостность Азербайджана. Нагорный Карабаха географическое просто значение входит в состав Азербайджана. Никаких политических статусов, никаких политических заявлений в этом вопросе. Только в составе Азербайджана, что было указано именно в этом соглашении. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Напоминаю, на прямую связь со студией выходил политолог Эльвин Ширинов. Он отметил значимость подписанного трехстороннего заявления лидерами Азербайджана, Армении и России.